Элина, держи, давай, бери ручкой. Полуторагодовалая Элина может удерживать только легкие предметы, а больше всех погремушек и подвесных игрушек ее внимание привлекают мамины очки. Воспринимает малышка только предметы ярких цветов, все остальное Элиночка видит словно сквозь запотевшее стекло. Это все погремушки с оранжевым цветом, и мои очки это самая любимая игрушка у нее. У девочки атрофия зрительного нерва, но это далеко не главная проблема. В результате обширного кровоизлияния в головной мозг, случившегося в первые дни жизни Элины, у малышки развелась серьезная патология – гидроцефалия. Все эти проблемы возникли вследствие тяжелой беременности и преждевременных родов у ее мамы. Произошло открытие шейки, и решили поставить кольцо. Поставили кольцо, и в это время прокололся пузырь, начала отходить вода. Сохраняли беременность еще неделю без воды. Потом получились экстренные роды. Совсем крошечная малютка весом меньше килограмма попала в реанимацию. Больше месяца она жила под аппаратом искусственной вентиляции легких. Маленькая Элина всеми своими силами боролась за жизнь. Буквально хваталась за нее крошечными ручками. Но избежать последствий все же не удалось. Частичная атрофия мозга спровоцировала проблемы со зрением. Мы пролежали в больнице два с половиной месяца. Нам сделали операцию на глаза по ретинопатии. Лазерную. Но даже после хирургического вмешательства зрение малышки полностью не восстановилось. В физическом развитии девочка сильно отстает от сверстников. Она до сих пор не держит голову, не сидит и не переворачивается самостоятельно. Еще одно сопутствующее заболевание – бронхолегочная дисплазия. У Элины сильно ослаблен иммунитет. Любая самая незначительная инфекция или вирус, которые для обычного человека могут пройти даже незаметно, у этой крошки провоцируют серьезные проблемы. Мы заболели бронхитом и попали в больницу. После этого мы решили, что занятия надо только дома провести. Каждый месяц в ежедневном расписании Элины массажи и ЛФК. Понемногу реабилитация начала приносить результаты. Малышка стала лепетать на своем языке. Специалисты, которые следят за ее состоянием, видят, что лечение идет на пользу. Сейчас мы очень хотим ей помочь в плане просто реабилитации за пределами больничных стен, для социализации Элины, для того, чтобы она жила счастливо, она жила полноценной жизнью и только развивалась. Вот только чтобы Элина росла счастливым ребенком, заниматься восстановлением ее здоровья нужно непрерывно. А каждый курс реабилитации стоит около 60 тысяч рублей. Поэтому без финансовой поддержки со стороны в семье, где растет еще два ребенка, просто не обойтись. Этой маленькой девочке можно помочь всем миром. Если вы являетесь абонентом Теле2, отправьте смс на номер 3434. В тексте укажите слово «родная» и сумму пожертвования через пробел. Указанная сумма спишется со счета мобильного телефона. Чем больше сделано сейчас, тем лучше выход. Реабилитация в более позднем возрасте, она, конечно, уже менее эффективна. Поэтому если сейчас помочь девочке, действительно потенциал у нее высок. Мама Элиночки верит, что этим миром правит доброта. И очень надеется, что совсем скоро, благодаря помощи добрых, отзывчивых людей, ее малышка сможет сама встать на ножки и сделать первые в жизни шаги.